Здравствуйте, дорогие друзья! Иногда мы с вами, помимо наших вероучительных бесед, говорим еще и о том, что можно было бы почитать в свободное время для самообразования и некоторого расширения кругозора. Понятно, что универсальных советов тут дать не получится, потому что у всех разные запросы, интересы, возраст и объем знаний. Поэтому буду рекомендовать постепенно различные книги из разных областей и на разные темы. Но всему, как говорится, свое время. Меня бывает, прихожане даже спрашивают, «Батюшка, а посоветуйте что-нибудь почитать, чтобы лучше знать свою веру и глубже понимать основы христианского вероучения?» Почему верят так или иначе? Что такое догматы и какое значение вообще они имеют? Ведь христианских традиций существует много, и хотелось бы знать, что же общего в вероучении православных церквей – грузинской, греческой, русской – что их объединяет и является выражением их единства. Как известно, ведь традиции и обряды могут меняться, но есть нечто неизменное и основное, как фундамент, на котором все стоит и зиждется, от чего потом строится все остальное здание христианской веры. И вот одна из книжек, которую очень стоит почитать, если вы действительно хотите в этом разобраться, это так называемый «Катехизис про Таирея Олега Давыденкова». Название ее происходит от греческого слова «катехео», то есть «оглашение». Митрополит Филарет Дроздов, который тоже когда-то писал свой пространный катехизис, дал такое его определение. Православный катехизис есть наставление в православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души. В современном понимании катехизис можно назвать справочником по основным догматическим понятиям православия. В раннем же христианстве этим словом называли «устное наставление» тем, кто готовился принять святое крещение. В наше время как-то так получается, что крещенных много и почти все, а знающих, о чем идет речь, очень мало. Вот мы с вами тут потихоньку по силам своим и исправляем эту ситуацию, беседуем, изучаем, интересуемся. Когда-то, давно еще, когда я учился в воскресной школе и потом уже в Богословском университете, катехизис и догматика были моими любимыми предметами. И вот книжка эта, о которой мы с вами говорим сегодня, Иерия Олега Давыденкова, мне в свое время очень помогла и понравилась. Это, конечно, специфическая учебная литература, и читать ее будет не всем просто, в ней используется, употребляется очень много специальных терминов, богословских, философских, но на то ведь она и есть, эта литература учебная, правильно? Ее совсем несложно сейчас найти в интернете и почитать, но я вообще сторонник читать подобную литературу все-таки в бумажном варианте. Может быть, я этим отстаю от времени, но от чтения живой книги все-таки чувствую больше пользы и лучше могу погрузиться в содержание и смысл написанного. Что касается катехизиса, то это такое своего рода введение в догматическое богословие, в очень серьезный предмет, который изучают в семинариях и в высших духовных учебных заведениях. У этого же автора есть учебник и по догматическому богословию. Он еще глубже рассматривает вопросы христианской веры и, конечно, он еще сложнее. Но пусть вас все это не пугает. Подобное чтение действительно очень полезно и назидательно. К тому же часто нам с вами приходится давать ответ вопрошающим. Во что ты веришь? С чего ты решил, что это именно так? А покажи место в Священном Писании, где об этом твоем положении веры говорится или на каком месте Писания оно, это положение веры, основано. Предмет действительно важный. Хотя, конечно, неважных предметов, наверное, и не бывает. Нужно знать и Священное Писание, и богослужение, и историю. Все очень-очень связано. Вот об этом всем потихоньку с вами мы и будем беседовать. Я же, как всегда, желаю вам помощи Божьей, новых знаний и живого к ним интереса. И, конечно, желаю чаще встречаться на этом канале. Как всегда говорю, спасибо большое за внимание, комментарии и подписку. Это действительно очень сильно помогает. И до новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас.